Здравствуйте, меня зовут Колесникова Анастасия, я юрист коллегии адвокатов линии защиты. Многие после вступления в законную силу решений Химкинского городского суда о перерасчете платы за жилищно-коммунальные услуги за трехлетний период, заинтересовались тем, как получить такой перерасчет и как эффективно защищать свои нарушенные права на качественные жилищно-коммунальные услуги. И, собственно, в этой связи мы решили предоставить эти материалы в виде роликов, разъясняющих вам, как правильно составлять акты о нарушении качества коммунальных услуг, за какой период вы можете просить перерасчет, какими доказательствами вы в суде можете подтвердить право на перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги. Первое и самое важное, что необходимо сделать для достижения успеха в этой части, нужно составить правильно акт о нарушении качества коммунальной услуги. По смыслу законодателя есть всего четыре ситуации, при которой различным образом составляется акт о нарушении качества жилищно-коммунальных услуг. Первая ситуация, при которой и исполнитель, и потребитель согласны, что есть нарушение качества, они составляют акт и подписывают его. С этого момента считается, что услуга предоставляется некачественно. Вторая ситуация, при которой исполнитель хоть и явился на составление акта, но не подписывает и не фиксирует действительно, что наличествует нарушение качества. В этом случае вы должны как потребитель подписать этот акт и еще два незаинтересованных лица. Третья ситуация, она действительно распространена, при которой исполнитель явился на составление акта, но не согласен, что есть нарушение качества. В этом случае есть два пути. Первая экспертиза качества за счет исполнителя, например, за счет управляющей организации, либо вызов инспекторов ГЖИ, которые обязательно должны отреагировать на ваше заявление о выезде, если вы направляли, допустим, им заявление в управляющую компанию, либо вот в этом случае, когда исполнитель не является, но не согласен, что есть нарушение качества. И четвертая ситуация, при которой исполнитель не является к вам на составление акта, не реагирует на ваши заявки, звонки, либо если диспетчерская не работает. Таким образом, вы не можете уведомить исполнителя о том, что есть нарушение качества. В этом случае совет направить телеграмму, уведомить их телеграмму о том, что будет составлен акт, и утвердить, заактировать, что диспетчерская не работает. И с этого момента, если ваши акты будут подписаны председателем Совета Дома и двумя потребителями, все ваши акты будут легитимны и будут приняты судом во внимание. Особое внимание мы просим уделить именно процедуре составления акта, потому что, если вы от этой процедуры отклонитесь, в суде у ответчика, например, у управляющей организации, есть шанс ваши акты оспорить. Если у вас остались какие-то вопросы, направляйте их по электронной почте. Будем рады вам помочь. Спасибо!